Так, я здесь включила вентилятор, сейчас его выключу, чтобы было потише, потому что всё равно открыто, у меня здесь всё. Но температура спала на 2 градуса. Ой, свет, да будет свет, уж он поменял лампочку. Ну, как-то так получилось. Это всё, что здесь вы видите, это всё я сделала, все эти закрутки в этом году. Всё с этого года. Получается, помидоры все наши, огурцы половина наших и половина вот этих корнишон, которые я покупала. Сок томатный, томаты все наши. Получается, банки 3, такие полтора литровые. И бутылки, вот всё остальное, это вот бутылки, сок томатный, ткемали. Потом здесь, так-так-так. Что здесь такое происходит, а? Я же бы не измилу пыла. Всё, успокоилась? Здесь получается компот. Это вот всё компотик, компотик. И здесь тоже вот компотик. О, какой! Видите, всё в компотиках, компотики, компотики. В этом году побольше компотов. В том году, по-моему, банок 10 сделала компотов. И так пожалела, что так мало закрутила компотов. Они у нас так хорошо шли, компоты. Особенно вечером сядешь, компотик откроешь. А когда это было ещё после баньки? Ой! Я буду скучать, если честно, в этом году. По бане жалко, аж до слез. Жалко. Но, скажу вам такую новость, мы будем строить баню. Будем. Но мы хотим, чтобы у нас баня была. Вот нам очень понравилось, что она здесь вышла с бани. Не на какую-то улицу, да? Там, особенно зимой. Вышел и сразу же на кухню. Попил чай немножко, остыл. Вот. Мы тоже планируем в большом доме. Но это пока планы, конечно. Всякое может быть. По-любому может переиграться что-то где-то. Мы планируем пристраивать к дому. Когда мы сделаем пристрой, там уже баню. Это уже, я не знаю, в каком году будет. Тут все делается потихоньку. И по возможности, да? У нас тоже сил на все не хватает, да, пилотик? Так что здесь получается... А, сейчас я по поводу банок расскажу. Сейчас сперва здесь покажу вам. Слива. Сливка. 5 банок варенья. Потом здесь 6 баночек сока натурального. Здесь у нас идут помидорки, огурчики. Потом ассортили там помидорки, огурчики. Здесь идут огурчики, корнишончики наши. Ой, не наши, я вообще говорю, наши с Рушановой, с мамой, с Крисией. А, потом здесь огурчики. А, вот, одна банка с того года у нас здесь. Это, получается, помидоры и слива. Я хотела выбросить, потому что у нас не ест из нас, никто не ест. А, ест у нас только одна Кантимай. И потом думаю, ай, пусть стоит, что я буду выбрасывать, да? Пусть стоит, придет Кантимай в гости, вот так вот, что-нибудь это, на стол, откроем. И она съест с удовольствием. Ну, если ей нравится, она съест. Потому что она посоветовала, она говорит, я закручиваю, и мне нравится. Ну, это говорю же еще раз на любителя. Вот, нам не понравилось. Мы открыли баночку, попробовали. По-моему, все показала. Здесь очень вот эти, кстати, банки. Какие они удобные. Они очень удобные. Вот эти длинные полтора литровые банки. Вот, кто только начинает заниматься вот этими вот банками, я посоветую. Сейчас покажу, какие банки, я посоветую. Так, сейчас пилотико выгоню, а то мне не нравится идти отсюда. У меня там такой бардак, не обращайте внимания. У меня генеральная уборка, как это бывает у любой женщины. Мы, как говорится, всегда все перевернем, больше бардака устроим, а потом это полночи разгребаем. Ой, сейчас еще и перчатки сниму, у меня рука потеет. Резина в перчатках. По банкам. Кто только начинает заниматься вот этими евро-банками, я расскажу, какие вот на моем опыте, какие мне больше понравились и какие мне не понравились и неудобные. Давайте я сверху покажу. Вот, смотрите. Такая вот пухленькая, кругленькая баночка. Вот такая вот пухленькая. Вроде бы она красивая, такая симпатичная, но когда ты вот составляешь банки, посмотрите, сколько здесь остается места. Свободного места. Не очень удобно. Вот, пожалуйста, квадратная такая баночка длинненькая. Как они, вот смотрите, к друг дружке. Опа, опа, опа. Гляньте. Где бы вам показать еще? Тут нету. Ой, короче, я посоветовала бы из этих банок выбрать вот такую банку. Очень удобная. Все компактно составляется. Места меньше занимает, понимаете? Вот эти кругленькие, пухленькие, они очень много места занимают. Вот посмотрите, сколько здесь осталось места. Мне не нравится. По поводу круглешей. Вот эти вот кругленькие, но они не пухлые. Они просто длинные вытянутые банки. Они вот эти вот полтора литровые. И посмотрите тоже, как они компактно стали. Мало места заняли. Видите? И стоят. Класс. Вот я бы посоветовала вот такие банки, очень удобные. И вот эти банки, очень удобные, квадратные, поменьше брать, да, банки? Ну, и вот эти. Так. Ну, это двухлитровые. Ну, я других просто не видела. По-моему, бывают, знаете? А, да, вот сейчас. Минутку. Вот они, они. Тоже же, да, двухлитровые или полторашка? Не видно? Блин, не видно. Один. Да, полторашка. Это полторашка. Ну, я говорю, если выбирать между даже вот этой, хоть она тоже такая вроде бы и квадратненькая, но с той же, с другой же стороны она немножко пухловато. Если выбирать между вот этой полторашкой банкой и вот этой длинной банкой, полторашкой, я выберу вот эти банки. Намного лучше и удобней. Вот они, посмотрите, стоят они здесь. Какие красавицы. Баночки. Одна под одну. И минус вот этой банки. Это капец какой-то. Ну, я вот показывала, да? То есть, это такая штука. Вот они, они пузатые вот эти. Они вообще неудобные. Они очень много места занимают. Я их не советую брать. По поводу бутылок. Вообще тема. Класс. Стоят. Очень так аккуратненько. Места много не занимают. Всё. Вот, пожалуйста, кемали тоже пухлые. Вот стоят. Чёрти чё. Мне не нравится. Ну, чё поделаешь. Какие купила, такие купила. Потому что я начинала вот с этих банок. Это, как говорится, всё опознаётся уже потом, когда ты уже смотришь, делаешь, понимаешь, составляешь. Ну, и вот. Ну, мне в этом не повезло. Может быть, кому-то подскажу, будет полезно. Так что, маленькие баночки. Вот эти тоже не очень такие пузатенькие. Бывают маленькие квадратненькие. Вот что-то подобие вот этих вот. Они так раз-раз-раз-раз составились. И как удобно, а? Ну-ка, сверху видно? Нет, ну, они мне, видите, немножко, потому что пузатые. Они вот пузатые, и пришлось видеть, и даже как криво стоят все. Так что, подальше отойду, покажу. Это выглядит всё вот так красиво. Так что, в этом году я ещё сделаю, постараюсь, я хочу хреновинку сделать, потому что мы сегодня ужинали, мы открыли хреновину. Чё-то так захотелось, я открыла холодильник, смотрю, хреновина стоит. Открыли, какая она вкусная. Я говорю, блин, надо сделать. Но она у меня не сильно получилась такая... Так, уходи. Остренькая, уходи. Не сильно остренькая получилась. В какое время... Ну, это, я не знаю, регионы, видите, нам разные пишут. У кого-то в определённое время хрен выкапывается, допустим, да? Он более такой жгучий. Может быть, у нас в другое время. Это надо, наверное, скорее всего, у соседей спросить, чтобы он прям такой жгучий был. Остринки такой вот не хватало. Не сильный такой, слабенький. Что-то у меня это слабенькая хреновина получилась. Ну, вкусная, конечно, но слабенькая. Буду узнавать тогда, делать хреновину хочу сделать. Кабачковая икра там ещё есть. Она у нас не очень идёт. И компотик обязательно. Я хочу купить персик. И немножко в компотик добавлять персик. Это я уже буду яблочко делать. Яблоко и персик, наверное. Ещё чуть-чуть поделаю немного. Здесь не поместится. Ну, куда-нибудь вниз составлю. Там, я не знаю, баночек детский хотя бы сделать, поставить. Компот хорошо уходит зимой. Даже, знаете, на следующий год я побольше прям компота сделаю. Прям, знаете, весь так прилавок, чтобы был в компотах. Может, вы пришли на следующий год, чтобы мне Рушан хотя бы ещё одну полку сделал. Ну, посмотрим. И что прям целый прилавок компотов. Допустим, гости пришли, там мне какие-то соки покупаешь, да, магазины. Там мне какие-то пепси-фанты вот эти, от которых хочется уйти. Это, знаете, как наркотик, как у Рушана вот этот, этот, что он там пьёт, вот эту ерунду любимую свою. И это... Лучше компотик открыл, гости пришли и попил компотик. Намного лучше, полезнее, вкуснее. Ну, ладно, не буду затягивать. Вот такая красота у нас получилась. Поделилась своим мнением. Кому-то, может быть, полезно будет. Так что, ну, а кому как. Может, кому-то нравятся пухлые баночки. Это я говорю, я поделилась своим мнением, я его никому не навязываю. Пилотик сейчас у меня получит, не слушается, да. А я буду дальше продолжать убираться. У меня тут, короче, а таз полный. Я сейчас буду делать полное расхламление здесь. Капец. Расхламление. Пилотик, будешь помогать? Ну, ладно, всё. Говори, пилотик, всем пока. Пока.